Также творческими поисками, ну откуда мы знаем, Саша, мы слышим музыку, вдруг приходит идея, и хоть мы это придумываем, но честно говоря, откуда рождается чуйка, вот эта чуйка, как это надо делать? Точно так же, да, самый главный вопрос стоял о придумывании вот этого механизма, о чем вы говорите. Механизм это самое главное. Специфика льда навязывает очень строгий механизм существования на льду. Именно поэтому в этом заключается вся сложность, вот этого выразить на льду художественное произведение, вот эту пьесу цельную. Мы ее нашли, опять-таки говорить как не будем, потому что на словах можно объяснять, это очень отдельный такой творческий разговор, очень глубокий и очень долгий. На эту тему можно разговаривать очень долго, вот мы постараемся ее реализовать, преподнести вам как определенную форму существования на льду, но опять-таки вам скажу, что это не конечная форма. Это как один из вариантов возможных существования в фигурном катании художественных произведений на льду. Одна из форм нашего поиска. Вот. Вот удастся она или не удастся, мы пока что то, что делаем, нам кажется, чем дальше, тем мы вроде бы понимаем, что вроде удается, вроде бы мы нашли. Наверное, уже на генеральных прогонах, может, уже реально поймем, как это все будет выглядеть. Вот там надо уже последние корректировки просто сделать. Ну, я согласен с вами, что это самый главный вопрос. Это действительно самый главный, самый тяжелый вопрос вообще в данном случае, в данном контексте образования вот этого произведения и, в принципе, ледового театра как такового. То есть это не будет похоже на ряд клипов и на ряд постановочных моментов? Это абсолютно связанное действие. Связанное проявление, все, начало и конца. Это практически пьеса. Мы ее, конечно, немножко облегчили в плане того, что это все-таки выпускной и это должно быть легко. Каждая тема, как вы сами понимаете, как и каждая музыка, навеивает определенное состояние, определенную тему. Данная тема, она должна быть легкая. И легкая это не значит, опять-таки согласитесь, это не значит, что она легко нам дастся. Ни в коем случае. Потому что каждая форма, точно так же, как легкое произведение, кладет на наши плечи обязанность донести до зрителя именно легкую форму. Чтобы все это действие произошло вот так вот, чтобы вы вышли оттуда, не загруженные, не уставшие и так далее, и так далее, и так далее. Какие предметы сдают выпускники? Два экзамена. Выпускной экзамен в себя заключает два этапа. Первой способность маскироваться и подстраиваться под окружающую среду. Какая это будет среда? Это опять-таки вопрос, который мы не хотим пока раскрывать. Вы знаете, у нас в последнее время слово легкий ассоциируется с словом коммерческий. В том смысле, что не какой-то авторский автоконосный или еще какого-то. Я думаю, что просто не стоит придираться к словам. Режиссер ляпнул и подумал. Вот это вот. Я пытался расстояние, которое вы должны прийти и испытываться. Да, да, актерский. Это актеры делают без вас. Дело в том, что совсем нелегкое это произведение. Я открою Штайна все. Это тяжелое, тяжелейшее очень произведение. И самая-то сложность в том, что мы все что-то вскрывать в жизни в последнее время видим очень много цинизма, очень много ханжества, вранья. Видим предмази, подожди. А вот здесь, в этом спектакле, я бы назвал это сказкой для взрослых. Потому что вот таких героев, чтобы было видно, это черное, это белое, это вот любовь, а это не любовь. Вот таких чувств, таких полноценных проявлений, благородных проявлений человеческого духа я не вижу в современных драматических произведениях. Вот, ну, раз уж только в тех, которые я сам играю на сцене, там это есть. Люди выходят и благодарят, что, мне кажется, увидят настоящую любовь. А что там скрывать? Спектакль будет про любовь. Это послание наше человечество. Это месседж. Это наш месседж, да. Это сложно создать, конечно же. Тем более на коньках. Ну, друзья, я на Чурику вас поздно покинуть нашу конференцию, поэтому, если есть какие-то вопросы, пожалуйста, вот. Да, сегодня просто концерт памяти Георгия Рамча Граняна, и нужно готовиться. Так что, если есть вопросы, я буду готовиться. У меня информагентство Росмедиа такие вопросы. Оружие будет присутствовать? И вы готовитесь там? А то есть, есть ли у нас уроки стрельбы? Да, уроки стрельбы. И вообще, и почему за основой все-таки взята школа, английская школа, именно английская школа, и школа шпионов? Почему? У нас нет то, что красивых тем, тем более в таком красивом виде спорта. Такой вопрос. И кто будет композитором этого шоу? И автор костюмов, если можно. Раскроете. Спасибо. Костюмов сняли с нас вчера в Мерке и уже оснулись, да, Серёжа? Да. Я думаю, что это... Хоть что-нибудь скажи. Нет, я думаю, что просто тема эта очень красивая, поскольку, знаете ли, человеческий героизм, я как-то не люблю в маленьких помещениях. Это фонограммы, да. Да, мы работаем в жиле. Да, кстати. Тема хорошая, и, знаете, хороший такой простор, где можно, собственно, развернуться, и самим актёром. И мы все уже придумали, какие красочки и откуда поднабрать. Будем пересматривать «Бендиану» 17 мгновений весны, без того, чтобы пойти в образ уже окончательной поворотной. Так что напитаемся из великой шпионской литературы, вот этой кинематографичности. Постараемся не подвести. Что касается костюмов и композиторства, об этом, конечно, отдельный разговор, я думаю, что наши режиссёры и продюсеры об этом скажут получше. Я скажу честно говоря, что мы в это всё бросаемся, как в такой приятный проект. Мне кажется, вот это самое, о котором мы сегодня уже говорили, оно достигается в основном за счёт того, что люди идут на работу не как на работу, а как в место, где всем хорошо. Я очень надеюсь, что вот это состояние, которое мы переживаем, работая над этим и над всем, что нам самим прикольно, это всё передастся нашему зрителю. Кстати, между прочим, по поводу аудитории царевой, которую мы так любим, так группа, всё такое, мы тоже не слишком серьёзно относимся, скажем, кто наш зритель, давайте вот задумаемся. Мне кажется, что наш зритель, наш зритель, это вся семья, потому что там такие рычажки затронутые, такие цитатки, такие, скажем, отсылки каким-то образом из других областей искусства, что и дети посмеются, и подросткам будет где поглумиться над нами вдоволь, ну и, конечно же, взрослым будет тоже не стыдно туда прийти и сказать, да, я вот узнал, это вот он изображал Тимати Далтона, и там Шона Фонарин, это вот-вот-вот. Так что, друзья, я очень рада была вас всех видеть, и до встречи тогда на льду. Не смейтесь над нами слишком громко, если вдруг наши с Сергеем неловкие па будут не слишком соответствовать концепции высокохудожественного вот этого вот кота. Если мы будем выглядеть как кракозяблы, может быть, это, собственно, то, ради чего нас сюда позвали. Спасибо вам большое, удачи, и всего хорошего.